Привет, жаль. Здравствуйте. Здравствуйте. В Киевке такой заслайк поставлен человеку, чтобы не быть благословным. Я в Киеве пришла оттуда. И два маленьких вопроса. Первый вопрос. Какой бы вы поставили человек, что здесь надо посимулировать, сказали. Это такие документальные прекрасные фильмы. За мной были выкидыватели, это же. Это первый вопрос. А второй вопрос там, в чем мой брат Джулия Орберс, Эрик Орберс, он очень хотел вам путь. Вот. Вам было бы интересно пообщаться с ним? Ну конечно нет, но все вам нужно. Пускай есть свой голливуд. Неправильно, да. Это вопрос. Какое название человечки вы бы хотели... Танечка, вы сами с самого начала сказали, что я задаю странные вопросы. Естественно, Эрика Робертса, и потому что он брат Джоли Робертса, потому что это великолепный актер, снявшийся в большом количестве культовых фильмов, мы с удовольствием примем его здесь. Для того, что вы сейчас сказали, это сюрприз, что он изъявил желание. Если он придет, мы его готовы встретить. Царская ложа, я думаю, не обидит его. И мы с удовольствием обняли на весь сыр, что Эрик Робертс у нас сегодня присутствует. Другое дело, что мы лично с ним не знакомы и с удовольствием познакомимся. Если у вас есть контакт, под нашими людьми, можете пригласить Эрика в любой удобный его день и искать его в лучшем. Что касается посланий человечества... Улетает завтра утром. Очень громко, конечно, это звучит, потому что это очень серьезная миссия. Я, наверное, в какой-то степени банально бы ответил, потому что цирк сам по себе настолько удивительное искусство, что своим существованием он как раз таки несет некое послание человечеству. Вот, к примеру, на нашем фестивале «Идл», который только что закончился, победителями стал номер, который выступал под двойным флагом. Россия и Украина. И в какой-то степени это стало... Это не было запланировано. Это был действительно безукоризмный номер, который понравился совсем не всем. Они заняли два золотых приза из трех возможных. Третий — серебряный. Потому что, если вы не знаете, у нас на фестивале три разных формы жюри. Профессиональное средство массовой информации и зрители. Так вот, от зрителя они получили серебряный приз, а от двух других — золотые. И когда они выходили на Манеж, каждый раз мой брат... Вот просто у него было такое искреннее желание это прокомментировать, что цирк в какой-то степени вне политики какие бы отношения между государствами не были. И когда они победили, это было особенно приятно. И, наверное, в этом есть чистота самого цирка. Цирк, он многогранен и показывает, в первую очередь, достижение человека. Достижение человеческого тела. Достижение взаимоотношений людей между друг другом. Достижение в командной работе. Достижение в общении с животными. И так далее, и так далее. И, наверное, это очень важная миссия, которая как раз таки часто формулируется с точки зрения вообще миссии искусства. И послание искусства людям. Когда мы говорили о том, что железный занавес должен быть сломан, как раз таки представители искусства ехали за рубеж и показывали искусство советское, показывали искусство русское. И это не нужно было комментировать. Это и было само послание. Так вот, мне кажется, что в современном мире, в котором действительно происходит очень много абсурда, который становится нормой, когда президент величайшей и крупнейшей державы спокойно может сказать о том, что вот если завтра нас что-то не устроит, мы войнем, уничтожим целую страну с их населением. И люди, многие говорят, ну да, почему у меня нет? Что такого особенного? Потому что он развяжен, я держу войну. То есть для людей в какой-то момент времени эти вещи становятся, ну абсолютно сумасшедшие вещи становятся нормой. Так вот, наверное, искусство должно внести вот это послание. Я не берусь, в общем сказать, это сформулировать в одну фразу, но тем не менее, наверное, люди должны, в первую очередь, думать головой и жить созиданием, миром, любовью и всем тем прекрасным, что есть у людей. И искусство должно олицетворять именно эти вещи. Спасибо. Давайте начнем.